всем привет мои дорогие друзья с вами снова яданами и сегодня у нас уже следующий видос как раз про дает продаем шин онлайн в котором я хочу показать и немножко рассказать о лошадках и все что с ними связано это продаем шин и кстати сегодня первый день снега это было очень неожиданно для меня это заранее извиняюсь за очень тихий голос я немножечко приболела поэтому если буду кряхтеть не пугайтесь этот redemption меня кстати очень радует тем что у него есть такая вот ежегодная возможность ронять на наши головы снежочек правда сейчас я немножечко подлагиваю непонятно почему конюшню все исправится я очень радуюсь на самом деле когда the redemption добавили снег и теперь в январе декабрь январь по моему нас есть возможность беситься кататься и радоваться снегопаду одевать постоянно все зимнее потому что вроде бы от этого еще и холодно становится и нам приходится утепляться вот мы и зашли в конюшню здесь у нас есть две вкладочки транспорт и лошади сегодня нас интересует именно вкладка лошади как вы видите сейчас очень много скидок на лошадей и на сброю значит давайте начнем с самого начала в управление своими лошадьми зайдем здесь все очень грустненько на самом деле у нас есть возможность иметь максимум 10 лошадей для таких любителей коней как я после ссо очень тяжело сконцентрироваться на том каких коней ты все-таки хочешь поэтому меня очень много лошадей было продано не важно сколько они стоили но я их продавала чтобы купить кого-то другого это очень грустненько и печально единственное я никогда не продам броуга потому что это делюксовый конь который давался в комплекте делюкса значит у меня тут как раз все ячейки заполнены ну давайте вкратце пробежимся здесь у меня чистокровная скаковая лошадка брок потом теннисийская лошадь кладрубский фокстротер нарфоский рысак венгерская кладрубская ахалтикинская аполлуза голландская и все на очень мало лошадок даже одного видео было бы слишком слишком много чтобы показать всех этих лошадок но нас сегодня интересуют именно породы поэтому давайте пойдем смотреть здесь есть категория лошадей это верховые упряжные скаковые боевые рабочие мультикласс и высший класс я думаю начать нужны кстати давайте по порядку верховые верховых я скажу проще здесь находятся самые простые породы лошадей которые спокойно скачут в диком состоянии по всему хотел сказать юрику но нет по всей карте реддет редемшена это кентуккиска верховая у нее четыре масти это серая враная рыжепегая и серебристая гнидая у них очень и также простые характеристики эту лошадь дают бесплатно на выбор там по возможности в самом начале игры зависимости от того какую лошадь какой масти вы украдете по заданию дальше идет морган он очень часто обитает в районах валентайна но тоже одна из самых простых лошадей есть гнедочалая гнидая и греневая и поламина к сожалению у меня не такие хорошие настройки чтобы показать вам на самом деле красоту этих простых лошадок но пока что приходится пользоваться тем чем есть следующая лошадь это танисийская есть красно-чалая враная робикана рыжая гнидая в яблоках и и гренево-чалая вот да вот такая красавица за золото некоторые лошади продаются кстати за доллар и некоторые за золото и к сожалению нету варианта купить лошадей за золото к примеру за доллар зато если у вас не хватает долларов вы можете купить лошадь за золото но я не рекомендую вам так делать следующий категория это упражные лошади и здесь у нас суфольские бельгийские и любимые всеми шарские давайте начнем с уфольской у нее есть всего лишь две масти красно-рыжая и сорель вот такой вот небольшой набор мастей следующая лошадь бельгийская у меня кстати была вот эта вот светло-рыжая масть я потом продала 2 масть рыжеподласая так что а нет у меня была рыжеподласая как раз вот такие вот две тоже лошадки ну и шарская здесь всего лишь две масти хотя к примеру в оффлайне по сюжету в самом полном начале игры вы можете себе оставить шара и он целиком темный то есть у него нету гольфиков носочков он целиком практически черный только с отметиной на лбу в общем тут тоже всего лишь две масти это светло-серая и темно-гнидая у меня была светлосерая я продала все-таки своего луку а потом купила другую лошадь но назвала точно так же по моему или нет нет по-моему я продала его на этом упражные лошадки тоже заканчиваться дальше переходим к скаковым здесь у нас тоже три породы это накота частокровная верховая и американский рысак начинаем с накоты и здесь всего лишь три масти ворона начала я иногда может долго погружаться заранее извиняюсь белопегая и чалая в яблоках к сожалению из-за того что еще теперь добавили снег и сейчас в роддеди день и у меня очень сильно отсвечивает в окно также вы можете заметить что у некоторых пород вот допустим самые первые лошади которые по списку идут они дешевле чаще всего бывают а в самом низу дороже и характеристики намного много лучше далее идет чистокровная верховая красно-гнидая серая в яблоках и тигровая наконец-то погрузилась к сожалению тоже за золото я кстати очень любит чистокровную верховую в роддеди потому что она очень высокая и достаточно плотная по своей массе ну американский рысак тоже хороший но он ниже а я люблю повыше лошадей тут есть вороная муланная поламина в яблоках и серебристо-буланная да вот она серебристо-буланная у меня кстати никогда не было ни одного американского рысака у меня одна или две чистокровных верховых далее у нас идут категории боевые лошади это орденская вергенгерская и андалузская породы еще сандерской орденской простите здесь тоже всего лишь две масти это гнедочалая и рыжичалая чаще всего этих лошадей вы можете увидеть запряженными в край красивые экипажи которые катаются в районе сен-де-ни и валентайна далее идет венгерская тоже можете видеть все запряженные в каретах нпс только уже в каретах другого типа есть и греневая масть бегая табиана кстати я думала ее купить но так и не купил ни разу и серая в яблоках далее мы идем к андалузам есть темно гнидая фореловая и перлина очень красивая лошадь нереально голубыми глазами дальше у нас идут класс рабочих лошадей очень странно называется класс учитывая то что здесь находятся голландские аполлузы и американский пентхорс то бишь две из этих пород вообще относится к вен сторону и очень странно что категория называется рабочая голландская темно-буланы имеют масть караковую все таки этот цвет в окно меня очень напрягает а к сожалению я не знаю как в компьютере двигать камеру чтобы посмотреть на лошадь сбоку вот на джойстике на playstation это намного проще сделать если кто-то знает кстати как двигать камеру в режиме просмотра лошадей напишите пожалуйста об этом буду очень признательна и следующая масть это темно-рыжечалая переходим к полузе я купила аполлузы и американского пентхорса по моему только на индейца а нет аполлуза у меня есть но за золото а вот на втором своем аккаунте индейца там вот есть по одной из этих пород аполлуза имеет пятнистые масти такие как чипрак леопардовая леопардовая чипрак и бурая леопардовая американский пентхорс тоже одна из маленьких лошадок я не очень люблю здесь потому что уж больно и совсем какие-то низенькие и маленькие есть мастебиана авэра сплэш уайт и серая авэра но кстати севера серая авэра очень классно смотрится дальше идет давайте все таки перейдем вначале к высшему классу а потом посмотрим мульти класс потому что высшем классе у нас находится всего лишь арабская лошадь которая имеет тоже малое количество три несчастные масти это вороная белая не светло-серая а белая и красно-рыжая вы заметили что самая классная ворона продается только за золото белая достаточно дорогая и самая дешевая красно-рыжая я немножечко расстроилась когда это узнала теперь переходим уже уже к моему самому любимому классу это мульти класс здесь очень много пород с очень большим количеством мастей здесь также находятся и те лошади которые открываются только за достижение определенных уровней роли к примеру мастер-рульский фокстротер обожаю эту лошадь я очень сильно люблю несмотря на то что она достаточно не самая высокая но все равно мне нравится ее масти и ее родная ангриева и у нее очень хорошие характеристики поэтому если вы хотите хорошую скоростную лошадь я вам советую под накопить купить допустим у вас есть начальная лошадь вы от нее либо избавляетесь либо продаете и покупаете фокстротера тут очень много мастей серебристая бегая янтарная барона чалая вороная тавера буланная тигровая и серая в яблоках лошадь реально стоит дорого но я считаю что она стоит своих денег и больше ничего про нее сказать не могу также есть мустанг меня правда напрягает что у мустанга есть щеточки мне казалось всю жизнь что у мустангов щеточек нету но почему-то вроде дядя не есть дикая гнидая вышастая тигровая гнидая буланный спирит вороная авера кстати очень классная когда думал надо ее покупкой рыжая тавера и кауровая авера очень красивая тоже купила себе на индейце и до сих пор не нарадуюсь какая она все-таки классный и хорошо сочетается с персонажем индейца дальше идет высоченный худощавый халтики нет тоже достаточно большое количество мастей золотистая темно-гнидая серебристая серая вороная рыжая кстати никогда которая мне не нравилась и масть перлину далее у нас идут бретонские у меня не бесплатно я не помню почему может быть за делюкс может быть еще за что-то но на самом деле они вроде бы чего-то достоин это как раз начало и сорель мышастая караквы и это кстати лошадь бретонская лошадь это лошадь охотников за головами поэтому видите у меня к примеру нету 20 уровня поэтому подласая в яблоках и стальная у меня закрытый я даже не могу купить но я считаю что самая крутая масть из этой породы это караквы и тем более если вы реально и пользуетесь профессии охотниками за головами следующий нас идут креольский насколько я помню это у нас лошадь торговцев если я ничего не путаю из цавраса я ворона-чалая авера сарель авера тигровая гнидая гнидая фреймавера которая у меня кстати была и мраморная сабина да тогда она тоже у меня была но потом я почему-то ее разлюбила слишком сильно после чего у нас идет кладрубские кладрубские по моему кони самогонщиков у нас есть вороная белая серая кремела серебристая и фореловая в яблоках дальше у нас идет нарфоузский рысак это конь коллекционеров по моему я почему-то уже забыла кто есть кто насколько я помню все именно так есть вороная серая в гречку фореловая чала пегая пятнистая трехцветная очень классная лошадь я ради нее только и покупала и качала эту роль и буланная в яблоках характеристики просто божественно особенно у последних двух лошадей собственно как и у любой лошади любой роли дальше идет цырянский коп это я могу точно сказать что это лошадь я забыла как называется профессия горит кто она собирательница крови животных и не помню надо будет посмотреть забыла в общем там есть блэкдонская белая пегая гнеда пегая блэкдонская паламина гнеда сплэш и пегая сплэш у меня по-моему было то ли вот это да у меня по-моему была самая первая но в итоге потом и продала но лошадка на самом деле очень классная если вы любите какую-нибудь пегую мазь то советую приобрести если у вас прокачана эта роль так что вот на этом в принципе все список небольшой лошадей мало и к сожалению места в конюшне еще меньше да чтобы посмотреть еще раз вот у меня есть брог огниво это самая простая лошадь была куплена чисто чтобы с каролиной можно было встретиться и поехать в горы кстати если вы хотите видео какие маршруты можно покататься чтобы ощутить себя путешественником через горы со своими друзьями то напишите в комментариях я обязательно сниму вам такое видео дальше идет меня аника которая оказалась я забыла поменять пол при покупке и это мальчик к сожалению также есть луна лаки фаворит обсидиан и рок-лорд после чего идет старейн и чока так что такой маленький список лошадей 10 штучек на самом деле которых не очень сильно не хватает и и очень бы хотелось на самом деле списочек побольше намного больше потому что любому человеку кто пришел из ссо 10 лошадей это реально мало это очень мало я прям расстроилась когда узнала что здесь не бесконечное число мест в конюшне это очень грустненько поэтому приходится выбирать себе любимую лошадку из которой из которой ты потом будешь путешествовать в которой ты будешь тратить деньги на стоило стоило не бесплатные стоило нужно покупать ну и собственно саму лошадь так что к примеру если вы хотите допустим купить какого-то очень дорогого коня то ребята я советую вам хорошенько под накопить потому что стоило может стоить 500 или 750 долларов и плюс допустим тот же фокстротер которая стоит тысячу с чем-то долларов это нужно очень много фармить очень много зарабатывать и делать разные задания роли и тогда вы откроете и получите абсолютно любую лошадку так что пожалуй я на этом закончу спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки пишите комментарии как вам видео про деду надеюсь они вам действительно понравились и несмотря на плохое качество графики у моего ноутбука которую он все-таки кое-как тянет вам интересно смотреть такие коротенькие видеоролики а я на этом с вами прощаюсь не забудьте тренировать своих лошадок чистить их а также укачать морковкой всем пока удачи вам и до встречи в следующем видео и удачных вам покупок лошадей а